МОГОЛОВЫШИБАТЕЛЬ МОГОЛОВЫШИБАТЕЛЬ МОГОЛОНЯТЕЛЬ То есть вот так, безапелляционно? Да, говно. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рукутагин, Капитан Очевидность, Варфейс и АК Альфа. Легендарная пушка, по которой многие ностальгировали. Кстати, легендарная со слов тех, кто как раз ностальгировал. Почему она легендарная, хрен его, честно говоря, знает. Может просто потому, что это было оружие из раздела крафт. Вот только поэтому, мне кажется. А так, по большому счёту, АК Альфа никогда метовой пушкой не был. Когда он вышел вовсю Божила Беретта, и хотя мне Альфа намного больше нравилась, я с ней кайфовал. Но всё-таки надо признать, Беретту этот таки наш калаш не заменил. Ну а потом, как мы понимаем, и вовсе скатился. Как, собственно, и я. Хотя пушка душевная, да, не без этого. Но назвать её какой-то легендой Варфейс лично я не берусь. Я так не считаю. И вот калаш Абрамович восстал из пепла. Словно, конечно, благодаря системе модификаций. И люди сразу ринулись его качать и с ним нагибать. Собственно, то же самое решил проделать и я. И вы знаете, был невероятно разочарован. Если в своё время АК Альфа действительно был, можно сказать, пушкой номер два после Беретта, ну и в принципе, в гибких руках, да, как бы, очень нагибная штука. То нынешнее его возвращение, это, знаете, форма какого-то издевательства. И играть с этим калашом, я считаю, самый настоящий мазохизм. Мы даже не будем его сравнивать с каким-нибудь Кьюби-Зет, Кордом или двенадцатым калашом. Я вам более того скажу. Я решил сравнить, поиграть с ним и с Хелионом Апнутым. И вы знаете, Хелион намного, подчёркиваю, намного лучше, чем этот АК Альфа. По части накидывания говна на вентилятор, ты сегодня очень силён, Рокутагин. Но заявление в духе, Хелион лучше АК Альфа, это, конечно, мощь. Но, тем не менее, Капитан Очевидность, это именно так. Возможно, вы скажете, Рокутагин, как же так? ТТХ-то вроде не самые плохие, но вы знаете, и не самые хорошие. По телу этот калаш не пилит от слова совсем. И, внимание, по голове он тоже не пилит. Почему? Потому что есть тут два фактора. Первый, это геморройная отдача, которая очень слабая. Её, можно сказать, ну, вроде как нет, когда всё нужное прокачал. Но, как-то у тебя постоянно ствол вводит. И как бы ты ни целился, вот отдача АК Альфа устроена таким образом, чтобы специально, сука, отвести твой прицел от головы противника. Вот как будто специально тебя уводит. Вы знаете, есть АИМ Ассист, а это АнтиАИМ Ассист. Я не просто так это говорю, я неделю играл с этой пушкой. Я так и не понял, как, сука, с неё нормально целится. С Хелиона летит, с Кьюби-Зет летит, с АК-12 летит. Да, сука, с Корда лучше даже с его рандомной отдачей летит, чем с АК Альфа. Это полное говно. Целиться из него невероятно сложно нормально. Переводится вообще задница. Я вообще не понимаю, как такое можно было сделать. Помимо этого, у данного калаша ещё отвратительная кучность. Реальная кучность. Не та даже, что штраф ТТХ, да? А которая есть на самом деле. Пули просто разлетаются в разные стороны. Поверьте мне, друзья, кучность я качал. Ни хрена не помогло. Всё чудесатее и чудесатее. Ну покажи хоть сборку, с которой ты так мучился. Вот так она выглядит, капитан очевидный. Друзья, можете собрать любую другую сборку. Можете урон поменять на кучность. Или темп поменять на кучность. Или, сука, поставить всё, что вам угодно. Это калаш не спасёт. Так и наш калашик вышел каким-то совсем-таки не нашим. Ну, уже ужас какой-то. Я не знаю, как так можно было? В общем, печально. Да, это моё искреннее мнение. Я бы неделю играть с пушкой. Я с последними пушками дня 3-4 максимум играю. Тут, сука, неделю играл и не понял, что это и с чем его едят. Жопа. Но, тем не менее, несмотря на весь негатив и мой скептицизм, давайте возьмём этот таки наш калашик в руки и пойдём с ним попробуем хорошенечко понагибать. Это типичный новичок в Warface. И сейчас произойдёт неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, братишка. Warface тебя ждёт. Засада. Да, есть такое, сука. Ещё какая засада. По самой нидер-гланде, ребятки. Да. Эдшот. Эдшот, бэйби, Югя. Ты у моё. Да, благодарю. В смысле, ты чё, сука? Ты вспух, что ли? Это чё за наезд на пустом месте был, Кэп? Я чё-то не вкури... Ты виноват. Игрок с бомбой убить. Да. Я так понял, локации кроме респы мы сегодня не увидим. Кэп, ты не шаришь, сука, за тактики и за стратегии. Я анти-люркер спину охраняю. Опорник жопы, так сказать. И поверь, я это делаю не зря. Шот, детка, да. Хэ-ха-ха. Убоко и наём. Ооо, ты начинаешь понимать. Хэ-ха. 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 Хэ-ха-ха. Говорил, калаш этот не ставит хэдшоты нормально. Ну, Кэп это чисто, блин. Это рандом и не более того. Ну, везёт и ставил. Потом немножко не повезёт, сука. И не поставим. Да. Да я не могу понять, но дайте хоть... Во, другое дело. Хрен вам, а не Рокутагин, сука. Идите все на одного. Лови. Да, детка, да. Ха-ха-ха. Да. Прожарка успешна. Мы наклонируем, сука. Камсумир, мальчишкин, шляпшнель, да. Душевно идёт. Максимально, сука, душевно. Да, выходи, голубчик. Я тебя угощу. Нет, а он, по-моему... Да, да, да. Был жопый самец. И выходит, зря ты ругался на АК Альфа. Не, Кэпчик, не зря. Это просто реально вот залетело. А если вы, друзья, будете играть на серьёзных щах, на серьёзных лигах с АК Альфа, вам тоже залетит по самой Нидергланды. Собственно, я вас предупредил. Счастья, здоровья и любви. Магиб. Счастья, здоровья и любви. Продолжение следует...